Вышли мы с этого ада. Бахмут, горит весь. Мы еле вышли группами мелкими. Наше начальство на нас хуй забило. Говорю как есть. Пацанов потеряли сегодня. За полчаса четыре трехсотых, два двухсотых. Бахмут. Вот все кто остался. Вот группка. Уходим отсюда. Пиздец, блять. Ад, там просто ад. Ребята, там ад, я вам говорю. Съем до ваке, там надейки. А в дейсчем, а дейсчем адзинку, вы ударения до 5 лютого 2023. Заним прейдземя до умовения ситуации на посчегульних адзинках, захэцам Państва до засубскибования нашего канала так, абы не заграпить следующих адзинков рапорту и до полубения oraz скометования дейсчезего адзинка так, абы помочь нам в этой нерывной ривализации с ютубовыми алгоритмами. Вообще-то, переходим уже до омывания ситуации на посчегольных odcинках фронта. Розпочиная, как обычно, от фронта поудниево-заходного. Ситуация есть целый час stabilна. Брак знак активности, широчей значительной активности, zarówno стороны ukранической, как и росыщей. Украинцы острелали в последних днях поновне район Новой Каховки. Тут отаковано между ними обзор, в котором громадзоне были лодзи, в том яхты, которые войска росыjskie użyваły до операций десантовых на wysпах лежащих на ржеце Днепр. З другой стороны, Rosjanie поновили удашения rakетовые и острялы артылерийские. Херсония, те, власть-все, są повторяне каждого дня, prowadzą do дальших знисшеń infrastruktуры miejskiej, co doprowadziło до эвакуации znaczной части mieszкаńców Херсония в kierunku заходней, центральной Украины. Брак jednak каких-kolwiek дanych относящей концентрации войск росыjskich, tudzież украинских, которые могли бы sprawiać wrażenie przygotowania do przepроводzenia операции десантовой на другом Брегу Днепру. Моим здаем такая операция в chwili obecной войску и не нальше сподзевать в ближших километрах тыгодни, а быть может даже несколько месяцев. Воbec этого пресуваем на фронт запороски, где неустая ограниченные уданения со стороны российской стрелы артилерийской безпосредней линии контакту, линии фронту, а также близкого заплесца стороны ukраинской. Natomiast росыщане не понавили działań зачепных. Kilка дней temu Rosjanie przepроводzili целую серию ограниченных операций зачепных, которых celem было prawdopodobnie rozpoznание боем pozycji противника. Может быть это связано с тем, о чем широко говорили в последнем odcинку рапорту, а мianowicie концентрации росыjskей в районе Воуновахы, а также на поудне от местности Хулайполе, тут район местности Полохы, что могло бы всказывать на то, что rzeczywiście Rosjanie одним из керунков росыjskей офенсы, которой все сподзеваем, которая может настать в ближайшие 2-3 тыг, хотя можно сказать, что она уже запрещала, одним из этих керунков будет odcinek поудни рапорту. Отношно этой росыjskей концентрации появились информации из-за рапорта о росыjskей концентрации в районе Mariупола и в си под этим мистом. В этом районе росынане имели сконцентровать около 30 тысяч жојнерзи, что есть подтвердением этих информаций, на которые всказываем уже в последнем odcинку, о росыjskей концентрации на стыку обводу запороскего и донецкого. Вообще этого пресујваме в район Вухуэдару, где Росјани в целом последних 2-3 дней не понавяли действия цепных, но целый час остреливуј заровно сам Вухуэдар, как и местовости положены на полноц, а также на вскуд от Вухуэдару. Належи сподзевать се kolejной пробы преломания украинских позиции обронных через сторону росейскому, а также те działания, которые Росјани проводили несколько дней тому проводили до поважных страд прежде всего в шеегах 155 Брыгады Печоты Морской, которая была заангажена в действия, которых целен было оскрзыдление и наступне змусение Украинцев, а тем самым здобище Вухуэдару. Вообще этого пресујваме на odcинек Донецкий, где Росјани проводят działания Моринки, а также на линей контакту в околицах местовости Авдивка, тут широкие ударжения росыјские, на поњдне поновне Первомајське, а также обшар на пулнос, на захуд Одводиане и Опытне. Дзялания ограничены в керунку самой Авдивки, хотя прежде всего это острялы артылерийские, на пулнос от этой местовости делания в околицах Красногорьевки, а также Камианки. Все они имеют характер мощно ограничений, а также вдач тут певну интенсификацию и певну регулярность ко до росыјских działań в районе этой местовости, ко может всказывать, что Росјане в ближсшей будущей будут в районе Авдивки проводили интенсывнейше действия. Расцей не будет это один из главных керунков росыјской офенсы, но будут те действия мяли на цели вязание сиј украјнских. Вообще этого пресујваме в район Бахмуту, то ли најстотнейшему надал мейсца на мапе Украины, берјјц под уваге скале заангажеваних сиј и интенсывность ваг. От останнего рапорта ситуация для страны украјнскей не улегла поправе, а врэч улегла значному погоршению. Преследзимы teraz ситуацию под Бахмутем, как то zwyкле пресујваме от поњудня. Ту јлјнске в керунку мейсцовојчи Красне. Росјани пресујли јм о кискет ме в керунку мейсцовојчи и в тим моменце росјјске цојвки, најбарде высунјте мейсцовојске мейсцовојць знајдјјј окој 200-300 ме от мейсцовојщи. Росјани декларујјј заяјј вси ступачки лежјј вздњуј droђи Т0504 помидзі Konstантынајвка и Бахмутем. На тен момент не ма на то ещё потвјердзение, але фактем ест то, що росјани подесјјјјјја безпојјјнјо до дороги Т0504 в ремоні помидзі ступачками а всиј Красне. Росјани что именно умерение вздушь канавы будет очень безопасно для страны украинской. Это действительно подтвердило. Росы не декларуют обеящее контролю, подобно огниевым, скрежевание между часовым JAR-ом, а именно дорогой Т-0504, что просто подтвердит те информации, о которых говорили перед chwilом, то есть приближение себя в войск русских до самой дороги. Не влияет это еще не корыстно, на поиски украинских в самом Бахмуте. Как вы заpewne помните, дорога Константиновка-Бахмут не есть использована уже до заопатривания украинского гарнизона или тоже до ротации жоуниров. Той дорогой остается дорога между часовым JAR-ом и Бахмутом. Она есть под полной контролю украинской. Она не регулярно и достаточно нецелно обстреливана через российскую артилерию, а теперь спорадычески Росианам удается traфить в поезды премещающиеся эту дорогу, чего эффектом были страты всью заграничных охотников, волонтариусы, которые работают в отделах медицных, поддерживающих украинских жоунировых, которые бронят Бахмуту. Однако тут целью войск росыщих с целой уверенностью есть Висть-Красне. Ей занятие проводит до того, что дорога между часовым JAR-ом и Бахмутом достанет себя под росыську контроль огнировую и тем самым проводит это до змушения украинского гарнизона до выцепления в керунку захотнем. Однако этот отбор будет отбываться уже под огнем противника. Так что трудная, потенциальнее очень рискованная ситуация для стороны украинской, повторение этого маневру, который observали мы несколько месяцев назад в районе Лисичка и Северо-Донецка, когда тоже Украинцы взвлекали до последней хвили с отвертой и выцепили уже под росыським острелем артиллерийским, что это проводило до страды. Вообще-то сейчас сам Бахмут. Как Państwo помните, через последние kilканащие дни Росыщане по занятию опытного próбовали ведречься до поудниевой части Бахмута. Не удалось это Росыщам за взглядом на добре подготовленные украинские позиции обранные, но в целом последних дней Росыщане действительно присунули себя в керунку полноценном, входя уже на обзор поудниевого Бахмута на глубокость около 300 до даже 500 метров, займя часть будинков wielопоциомовых в поудниевой части миста. Не удалось этого росыщего прическу в Бахмуте в Украинском украинском зликвидировать. Стод вниоськ, что Росыщане будут с этого керунку продолжать действия уже вздушь заходнего брега Бахмутовки, что вплыла выятое нескористно на положение украинских войск, которые, за взглядом на росыщские постепы в вшедней части миста, могли, еще потенциальнее выцелить себя на другую линейку, но те постепы, которые Росыщане в этом моменте проводят уже на поуднию и на полноте, до чего за хвиле пройдем, справяются, что Бахмутовка как потенциальна линя оброны трати уже свой sens. Если chodzi о вшедние обшары миста, то тут Росыщане целый час посуевают в гумб Бахмутовки. Существа невелкие постепы, ряду килкудзесяти, килкусет метров в ciąгу этих последних двух, трех дней. Натомисть нальше зазначить, что Украинцам не удается затрить этого росыщего натартия. Росыщане coraz глубже входят в вшеднюю часть Бахмуту. Walkи cały час трвают на обшаре о ниском зурбанизовании, о том, обшаре, в котором dominует будовиство едно-родзинное и трудно есть этот обшар использовать в характере зорганизованной и скутечной оброны. Те забудования, те будинки в большинстве знисчены, станд змусят это Украинцам до выцеления в керунку захотним, в керунку центру Бахмуту, в керунку реки Бахмутовка. Если заш идти о керунок полноцный, то тут Росжане działают заровно на керунку местовости Парасковиевта, Краснагура, о том за хвиле, как и удало себя вчорай Росжанам ведреть до полноцной части Бахмуту, тут мова о зеленике Ступки. Подобна ситуация как на поуднию, постепы рzęду около 300-500 метров в гумб забудований в керунку Бахмут атакован в трех керунках в поуднии, в сходу и в пунктах. На всех этих керунках Росжане отнесут певне закресы. Они не гвалтовны. Росжане декларуют, что не мовы о украинском отверстие и Украинцы полчат о конкретные линии, о конкретные забудования до самого конца и выковывают себя только тогда, когда не имеют веще возможности или бахмут в текущей премии пробы оброны властных позиции. Так что украинские морали, если в Бахмут, это надал очень высокие. Не мовы о украинском линей, о эвакуации и отвроте. Не падал тоже розказ ко до эвакуации и отвроту. Належно призначить, что потенциалный отверт украинских с самого Бахмута есть силом речи гораздо более правдоподобный и гораздо ближе до этой ситуации. Но будет это трудная ситуация для Украинцев с пункта видения престижово политичного. Бахмут стал символом, а Киев, а президент Зауэнский стали этого символу więзинами. Не по то, потому что последние немалеже pół року Украинцы говорили, что Бахмут есть твердом, что Бахмут никогда не упаднет, что Украина не будет отдавала терену, чтобы сейчас выцелить операции отвертой в керунку захотнем и допроводить до того, что Росиане Бахмут сдобедут. То есть с пункта видения престижово политичного очень трудная ситуация и это может блоковать Украинцев именно пред подъем декзии о отверстие и с этого пункта видения лучше для Украинцев, чтобы розказ о отверстие не падал за поздно. Чи из Państва, которые слушали моей rozmовы с Матеушем Лаховским, который в Бахмуте был, имели dokładно те самые внески, он имел dokładно те самые внески. Обама перед тем, что этот розказ может пасть за поздно и может повторить ситуация с Лисичањска, с Северодонецка, или с 2014-2015 и Ловайск и подобные ситуации, когда то розказы были выдаваны за поздно или не падали за взглядом на то, что Украинцы замеряли бронить конкретных обшаров до самого конца. Если заш идет обшар на полноц от Бахмута, то Красна Гора есть для Украинцев стракона. Подтвердило się, что Росси контролируют вшеднюю часть местности, в том главный пункт умочнен фабрика в поуднии вшедней части Красной Горы. За взглядом на высунение этого обшара есть последний обшар остался под контролем на Бахмута, на вшеднем брегу Бахмутовки Украинцы prawdopodobnie się с этого района выцовали до соседней Паразкови Ивки, natomiast в ней Росиане совершили последние постепы, в полноцной, как и поудниевой части всти. Мнее niż половина Паразкови Ивки есть под контролем росысь. Украинцы cały час бронят под контролем забудований. И не в этом моменте еще мовы о отвороте. А фактем есть то, что в ближших килку десятилетий годин, а быть может даже килкунадцатого годин мы сподзевать себя росыського занятия Паразкови Ивки и украинского отворота в керунку захотни. Доходи это до того, что целое полноцное скрыдло Бахмута было занято через войска росысь и накиск на сам Бахмут, атаковать безпосредно на тылах украинского гарнизона, который брони Бахмуту, что будет с дальше с дальше росыськими накисками на поудниовом захоте, где Росиане будут прежде понавить удаши в керунку в Си Красной. Ей занятие означает конец возможности скутного бронения Бахмуту, но с пункта видения операционного миаста ест через Украинцев страконе. Вышти на губокие скридла через Росиан на поудноц как и на поуднии от миста проводят до того, что единственная решительная 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 по стороне украинской есть отверт, который нужно доказать на tyle быстро, чтобы не не проводить до потенциального отечения отчетия украинских войск, которые в mieще остаются, потому что их уничествование будет гораздо большим росысьским sukcesом niż само зайти миста. Целем конкретных кампаний не есть сдобывание терену, целем есть ликвидация разбития армии противника, а ведь само зайти бахмуту в ситуации, когда трсон украинских сил бы с этого района выцел не будет для росыян очень великим sukcesом, но его ликвидация, ситуация близлежная до того, что было место в Mariуполу, то была бы гигантичная клэнска для армии украинской. На этот момент ничего еще не всказывает на то, чтобы rzeczywiście было это место, потому что Украинцы еще имеют окно до отверту, но такое ryзыко действительно исходит. Возвращем с дуру Т-05-13 в kierунку Северска, где целый час трвают росыйские накиски в kierунку в Си Васиукивка, Fedоривка, Роздоливка и Веселэ. На этот момент все остальные под контролю украинские действия на этом kierунку оказывали себя нескутечными. Найдруднейшая ситуация для Украинцев в районе в Си Васиукивка, где росыйские постепы доходили до того, что Украинцы стали змусzeni до выцепления уже до самой всти. Линии обронные под ним zostaли przez Росиан заняты. Так как говорили в в цеверска, что будет до скин целого выгрышения, который в этом моменте находится в российских линях, который главным и основным губерсичным для сих украинских есть вспоминание Северск. Второй пункт опрос Бахмуту, который нам нужно всказать как райближ цел российских działań на kierunku встальнем. Если идти в отсюда в схуд от Северска, то Росжане отаковали в керунку в Си Спирне, Верхнекаминске, Бигохоривка. Надал появляются заполнения со стороны росыщей о занятии Бигохоривки. До той поры не имеем на то żadного довода. Украинцы запрещают росыщим постепам, natomiast фактом есть то, что walkи трвают уже о забудовании самой всти. Не знаем по-просто результата этих старч. Не знаем, что Украинцы остались измислены до отверстики, или Россия сдобыли и утримали какую-то часть этой местности. Ситуация есть по-просто нееднозначна. Walkи целый час трвают. Вообще-то пресуываемся на полноцный брег Доньца, где Росжане проводят интенсивные действия офенсивные в керунку захотнем. Атакуют тут м.н. 3. Вишельская Дивизия змеchanизована з 20. Армии Гвардии Заходного Округа Войскового, 76. Черниговская Дивизия Поветчно-Десантова Гвардии. И спровадзона тут также 98. Сфирскую Дивизию Поветчно-Десантового Гвардии. Те одностки атакуют на захід от Креминны. Доходи уже до выпарка войск украинских за линию администрacyjную, линию границы между обводом Донецким и Луганским. Атакуют Росжане в керунку в си Торське, Ямполивка, Терны, Невске, Макийвка. Целем podstawовым в этом моменте есть выпарки войск украинских с вшеднего брегу ржеки Жеребец. На этот момент все эти вспомненные прежде мне местности остаются под контролем украинской. Но фактом есть то, что росыйские постепы спод Креминны ряду 2-3 км miały место и Украинцы стали змусени до проводения działań обронных на целой длагости фронту между Сфатовым а Креминном. Аналогична ситуация под самым Сфатовым. Тут Росжане атакуют в керунку в Сику Земивка, которая достолася поновне под их полную контролю. Валки трвают в районе осады Новоселивка. Росжане атаковали в керунку Стелмахивки, тут без żadного результата. Патрусь в керунку półноцном, Росжане вчера подъяли действия офенсивные в районе местности Дворична. Найперед начался тут килогодзинный острел артылерийский, а затем Росжане проводили действия офенсивные в целу выпарка войск украинских за вшеднего брега рели Оскол, косям по части Росжанам повиаду. Украинцы выковалися на другий брег рели и бронясь в этом моменте в районе самой Дворичной. Певне росыськие źроза всказуют, что вшедняя часть этой местности достолася под контролю росыську, но на этот момент не имеем никаких доводов на автентичность этих твердений. Фактем является, что, что на этом видео наиболее высунете в керунку границы росысько-украинской Украинцы стали змусени до проведения действий оборонных и выцепления в керунку догоднейших позиции defensивных. Понадто, вчера miały место острялы артылерыjskie на обзарах полощенных на полноц и на полноцный вшуд от Харкова, а также на вшуд от этого миста. Бардо интенсивный острял артылерыjский miał miejsce właśnie в районе Купианска и Дворичной, кое может сугеровать, что в этом районе росысья будут проведать действия офенсовные в ciąгу najближших килкунасту дней или килку дни. То, что сейчас обсервуем, те росыськие накиски на поуднию, где Росжане атаковали в керунку Бухледару. Вчера имели мы действия зачепные в районе местности Орехов или Камьянске безпосредственно на поуднии от Запорожа. Делания, которые обсервуем в районе Авдиевки, а также, прежде всего, в районе Бахмуту на поуднии, на полноц от этого миста. В керунку на Северск, где Росжане атакуют заровно с поудния, как и за вшоду. А также, те росыськие контрудерения спод Креминны и Сфатова, то все может всказывать на то, что росыська операция офенсивна вообще уже начинала. Не мы еще до членения с właściыми действиями офенсивными армии росыщей, а с первым фазом этой операции. Те действия, которые przed chwilом выменилим, они имеют три основные цели. По-перше, ходи о розпознание позиции противника боем, кое-как так наибарде видочное было на керунку поудниовом, а также в районе дворечной Купианска вчорай. Ходи понадто о связание сиј украинских с лаком, о вымэчение их, о задание страт и гуовне о то, абы не могли они они oderвать от позиции росыських, выцелять в керунку заходним цельным оттворения и цельным выкористания этих отделов на других керунгах. Третьи цель, з пункта видения росыського найважнейший, которого еще Росјанам зреализовать не удало, ест змусение Украинцев до выкористания отводов украинцем 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 на загрожене отцинки, чи то под Бахмут, чи под Северск, чи в район Креминный, сфатова, так, абы устабилизовать там линьи фронту, кое-допроводи до того, что, ги розпочнуся właściве действия офенсывны војск росыських, чи то на поњнце, чи на поњдниу, того еще не ми, моим здаем działания будут шли с трех керунков, пулноцный, всхуд, поњдне и всхуд, в районе границы бялоруско-украинске можно иметь działания позорованы или по-просто очень ограничены удашни помощнице, но не удашни главные. Ходи о том, чтобы в моменте, когда те делания си розпочнуты, независимо какий будет это керунок, те украинские резервы не могли быть выкористаны вовчас, только будут уже выкористаны в тракте этих действий, которые будем observать перед начнем этой главной оси росыського натарча. На этот момент Украинцы резерв не впроводзают, гляж са свидоми этой росыськой гри. Децидуј си на стопниовое отходление, выцовывание в керунку заходним. Это обсервуем в районе Креминный и Сватово, где Украинцы под тяжким островым, в тракте тяжких walk под напором противника стопниово пресујј в керунку заходним, бо сон выпыхани по-просту с этих позиций. Не могут тоже выцовать си в большей силе с этих районов, бо то проводило бы до заламания линей фронту, до войсча в те волны пресстрени армии росыськей и до потенциалной катастрофы на посчегульных odcинках. Воbec того, моим преседуј, что оно стопи около 20 по 20 лютему, бэдземо обсервовали клејне стопниове, однако ограничене нациски за стороны росыјскей на всјстких применененых wcześniej, а быть может на других керунках и стопниове сдобывание невелких теренов через войска росыјске, выцовывание себя Украинцов в керунку заходним. Так как powiedziałem вечно, в войне не ходи о сдобывание терену, в войне ходи о развище формации противника. Швидоми са этого заровно Украинцы, как и Росјане. И в тракте этих działaњ не видели много таких ситуаций, которые проводили бы до развище армии противника. Это было видочно в Мариуполу, где украинский гарнизон достој в целковое отокение, стопниово зликвидованы и украинские жојниры трапили до неволи. В pewnем контрофенсывы, которая закончила ся незорганизованым одвротом росыјских едностек и утратом дужеј части спрэнту тяжкого. Але если chodzi о инне районы, то Северодонецк, Лисичајск, Липец убеглего року, то Украинцы с дурыми стратами, але една, выцелали с этого обсцару. А если заш chodzi о kierунок херсојски, то в листопаде росыјни выцелали стамтон в целковище зорганизованы способ, не понесли в тракте этой операции одвротовой жадных значимых страт, то не можно сказать, что с пункту видения зисков в тракте проводзоне кампании здобище, отзыскане прежејцов правого брегу Дніпру было гигантичным суккесом. Оно было суккесом в вымиаре престижово-политично-пропагандовым, бо отзыскано большую часть обшару загарнетего, окопованного через войска росыјске, але не разбито противника и Росјане выкорзстуют те јдноски, которые выцелали с под Херсоня на других odcинках. Те јдноски атакованы в районе Павлограду, в Ухлэдару. Они саангажованы под Креминном, под Сватовем, але также под Бахмутем и всјдзи там проводзам до меньших зисков территориалных для стороны росыјскей. Так же памятаймы, если będziemy obserwowали в цягу найближших килкунасту дней информации о отдавании терену через сиы украинские, о здобывании кольных вси, маћ мейсцовојщи, быть может какихсь миастэццек через Росјан, то не бедзе означало, что Украинцы поносzą какиесь велки клэнски. То бедзе означало, рјцијць рјцијць резерв в этом моменте. Гѐвна баталия почнјся за кијканај дни и втеде лосы найближших месяц войны росыјско-украјнскей бедзе дегдовали. Не лосы целеј войны, бо та одноросыјска операция не допроводи до знисцения армии украјнскей, а и з другой строни затрзымане росыјскей офенсиј не допроводи до ликвидации росыјскего потенцију война бедзе трваја далеј. Але та росыјска офенсијва бедзе дегдзе дегдзејць 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 пијсијць. Позјј ситуацијј може улегајць којјним змјанам. Найвјсшим б�јдем, які Украјнцы мовли бы в тим моменці попејніць, то рўукене резерв, аби за всјлкуј цене утримывајць терен. Стод теж всјстјј оцче повинјні надал споглјдај на Бахмут. Јжели Украјнцы podeјмј дегдзејј непопуларнај в więksсојсти крэгјјј украјнских, хојди ме јдемј прјде всјтјм политичне и спојчне, о одвроці, то бјдзе то децјјј з пункту милитарнеј бадзо добра. Јжели зајдзе бјдзејј там кјерувај кјлејне јдзејј јдзејјј јдзејјјјј за всјлкуј јдзејјјјјјјјјј